Музыка Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка медвежьего угла Елена Горчакова. И сегодня мы поговорим о лечении медом по книжке. Ну просто у меня в руки попалась такая интересная книжка, скорее даже брошюрка в 30 страниц. Борисова М. Лечение медом. СПБ. Исстательский дом. Литера. 2005 год. А нет, 64 страницы написано. Мне всё-таки не 30. Ну такая тоненькая книжечка. С крепочкой в середине не скреплённой. Так вот, в этой книжечке, конечно же, половина посвящена тому, в принципе, что такое мед. А затем тому, какие сорта мёда бывают, хотя описаны, я не знаю. Я не знаю, зачем авторы начинают вот эту вот речь, описание сортов мёда гречишный, липовый, каштановый, акациевый и так далее. Какой смысл, когда они не охватывают, я не знаю, даже десятые доли существующих на самом деле сортов мёда. То есть, какой-то вот как бы... Мне кажется, это просто, чтобы место занять в книжках. Вот сколько смог назвать автор сортов мёда, столько и есть. На самом деле, сортов мёда практически столько же, сколько растений медоносов. Согласитесь. То есть, можно назвать... И плюс ещё бывают сорта луговой, разнотравья, таёжный, такие, которые где участвуют в их создании очень много растений. То есть, говорить о сортах мёда – это занятие, мягко говоря, неблагодарное в рамках маленькой-маленькой книжки. Но, тем не менее, здесь всё-таки приводятся некоторые рецепты после того, как половина объёма текста занята описанием сортов. А вот ещё лечебные свойства мёда. В качестве лечебного свойства мёд применялся очень широко. Он благотворно действует на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт. Успешно используется при нарушениях обмена веществ, при инфекционных и кожных заболеваниях. Мне кажется, что вот эти вещи, они абсолютно общеизвестны. То есть, уже повторять это, ну, никакого смысла нет. Значит, есть вот такое вот замечание. Так, при наличии в мёде примеси его целебные свойства снижаются. Уменьшаются они и при нагревании мёда до 60 градусов. В этом случае разрушаются ферменты, и мёд превращается в смесь пищевых веществ, которые могут быть получены искусственным путём. Но вот о том, что ферменты разрушаются при нагревании мёда, это совершенно верно. Другие авторы, между прочим, замечают, что ферменты начинают разрушаться при нагревании мёда выше 40 градусов. Я сторонник того, чтобы мёд не греть вообще, но когда... Я очень часто встречаю такой вопрос. А как же вы советуете пить чай с мёдом? Ведь добавляешь в мёд горячий чай и ферменты, тут же все разрушатся. Ничего подобного, дорогие друзья. Во-первых, попробуйте когда-нибудь сделать глоток чая в 80 градусов. Ну, такой вот. Вы получите ожог, просто ожог слизистый. 60 градусов – это тоже горячий чай. Хороший чай, приятный чай для того, чтобы его пить, это как раз 40 и чуть меньше градусов. Понимаете? В чашке чай постоянно остывает. Температура очень быстро снижается, напитка. Ну, конечно, не надо добавлять мёд в кипяток. Не надо добавлять мёд тогда, когда вы ещё будете ждать, что чай остынет. Добавляйте мёд тогда, когда температура стала уже приятной, чтобы чай пить. И всё, и ферменты все останутся ваши. Понимаете? Ваше слизистая не позволит вам пить чай той температурой, при которой разрушаются ферменты. Вряд ли у вас такая огрубевшая, нечувствительная температура и слизистая молочка рта. Понимаете, в чём дело? То есть приятный для питья по температуре, приятная температура чая – это уже защита для всех ферментов мёда. В этот момент мёд можно добавить, размешать и пить. Подчёркиваю, почему я даю такой совет. Нет, потому что в этом случае мёд сочетает в себе свойства и, в смысле, напиток с мёдом, чай с мёдом, и чая, и медовой водички. То есть мы не нагружаем поджелудочную железу, мы не даём такого сахарного удара, что ли, когда у нас раствор мёда. Раствор мёда в отваре трав – это просто шикарно, просто идеально. Но вернёмся к книжке. Я же говорила, что сегодня будет разговор о лечении мёдом по книжке. Вот, смотрим дальше. Противопоказания. Ух ты! Сыпь, крапивница, отёки, одышка, рвота, насморк, головные боли – это всё явления аллергии. То есть противопоказания, как обычно, одной единственной – аллергия. И указывает, что весьма осторожно, предварительно посоветовавшись с врачом-эндокринологом, следует употреблять мёд при сахарном диабете. Ну, согласитесь, что это тоже элементарно, да? Почему? Потому что мёд – это по своему составу большая часть мёда – это сахара. Сахар – это как раз то, чего нельзя, ну, не то, что нельзя полностью, а чем ни в коем случае нельзя злоупотреблять при сахарном диабете, что должно быть очень ограничено. Поэтому понятно, что для больных с сахарным диабетом объём мёда, который можно съесть за день, должен рассчитывать их врач-эндокринолог в зависимости от того, какое человекосостояние, насколько опасен для него сахар, попадающий в организм. Потому что этот вред, вред поджелудочной железе, может перевесить всю пользу от мёда, который вы можете получить. Тут как бы думать ни о чем. Вот. А вот насчёт того, что воздерживаться от употребления мёда рекомендуется и при высокой температуре, вызванной тем или иным заболеванием, тут я не соглашусь. Народная практика постоянно, вот как бы все народные целители советуют снижать температуру, вернее, при температуре употреблять как раз чай с мёдом. Это лечение противовоспалительное, это поддержка организма, это иммуномодулирующее действие, и заодно это способствует и снижению температуры тела. Так что тут совет этот неоднозначный. Всё-таки при температуре высокой, особенно вызванной простудой, мёд употреблять можно. Дальше смотрим. Дальше почему-то всё разделено на профилактическое и стимулирующее, то есть как бы по действиям рецепты распределены. Но рецепты короткие, как в старых книжках принято. И вот начинается. Мёд с календулой. Из сухих цветов календула готовят настой. Столовую ложку сырья заваривают, пол-литра кипятка, и кипятят в течение 2-3 минут, затем настаивают. В охлаждённый настой добавляют 2 столовые ложки мёда. Используют в качестве профилактического и противовоспалительного средства. Что касается этого рецепта, я скажу следующее. Настой сухих цветов календулы будет очень-очень-очень горьким. Ну, как бы, может быть, кто-то любит такую горечь, замазанную сладостью. Вот это вот тогда можно 2 столовые ложки мёда на пол-литра положить. Да, как раз будет такой сладкий, горький чай, в который добавили сладость. Вот. С календулой я лично в своей практике обращаюсь осторожнее. Я её делаю из неё концентрированный, наоборот, настой. И его принимаем как лекарство, то есть именно более насыщенный настой. То есть где-то вот как бы не пол-литра кипятка, не столовую ложку на пол-литра кипятка, а 4 столовых ложки на пол-литра кипятка. И вот это вот термоядерное горькое это самое принимаем буквально столовыми ложками. Раз быстренько проглотить и всё. А вот выпить чашку этого горького напитка не всегда приятно и не всем подходит. Дальше читаем рецепт. Мёд с калиной. Мёд с калиной. Берут 1 стакан ягод калины и заливают 1 литром горячей воды. Кипятят в течение 8-10 минут. После чего процеживают и добавляют 3 столовые ложки мёда. Пьют по полстакана 3-4 раза в день. Рекомендуется как общеукрепляющее средство, а также при простудных заболеваниях и сильными головными болями. Ну, это снова рецепт на любителя для тех, кто очень любит калину. На мой взгляд, у калины специфический аромат. Кисловатый такой, прокисший я бы даже сказала, да, у самой ягоды. Я бы таким рецептом общеукрепляющего эффекта добиваться бы не стала. Для себя, как бы на меня, да. Но если бы я была любителем калины, вот этой ягоды именно, тогда бы обязательно его использовала. Вот в таком плане. Вот. Дальше. А вот уже для меня, как бы, более подходящий, может быть, и для вас тоже подойдёт кому-то. Мёд с цедрой лимона или апельсина. Натёртую цедру лимона или апельсина смешивают с мёдом в любой пропорции. Принимают по одной чайной ложке смеси три раза в день до еды. Рекомендуется в качестве общеукрепляющего, успокаивающего средства. Применяется для нормализации давления. Вот это вот очень приятный рецепт. То есть, любой пропорции. Смотрите. Цедру лимона или апельсина натираете на тёрке. После этого до вкусного состояния смешиваете с мёдом. И вот это вот варенье прекрасное, прелестное. С удовольствием кушаете. То есть, одна чайная ложка смеси три раза в день до еды. Ну, хотя бы по одной чайной ложечке. Но ещё и способствует нормализацию давления. Мне вот этот рецепт очень нравится. Я считаю, что его можно рекомендовать и можно использовать в моей практике. А вот следующий рецепт как раз для тех моих зрителей, которые в комментариях пишут, спрашивают, что же делать гипотоникам. Что делать, когда давление низкое хроническое. Есть рецепт такой вот этой книжки. Мёд с настойкой лимонника китайского. Читаем. Приём спиртовой настойки плодов и семян лимонника по 10-15 капель 1-2 раза в день в первой половине дня сочетают с приёмом мёда 20-35 грамм 3 раза в день во время еды. Рекомендуется как тонизирующие и общеукрепляющие средства. Ну, я бы немножко этот рецепт на свой лад усовершенствовала. Я бы сказала, что вам следует смешать просто мёд, просто столовую ложку мёда, на него накапать 10-15 капель спиртовой настойки лимонника, если уж у вас другой формы лимонника нет, а только спиртовая настойка из аптеки. Перемешать это тщательно и вот этим вот, как бы таким, немножко обогащённым мёдом лакомиться. Ну, тут слово обогащённый даже не очень подходит. Дело в том, что спирт, который при этом попадёт в мёд и попадёт в ваш организм, он две вещи сделает. Во-первых, он погубит часть полезных веществ в мёде, ну, какую-то часть живых веществ. А во-вторых, он является страшным нейротоксином и повредит при попадании в организм, в вашему головному мозгу, нервной системе в целом. Так что, не знаю, стоит ли это общеукрепляющее действие, тонизирующее того, но я бы сказала, что не стоит всё-таки баловаться спиртовыми настойками, следует всё-таки работать с водными экстрактами лекарственных растений. Всегда с водными. Если кому-то интересно моё мнение, почему чай именно, то есть, почему не спиртовые настойки, я его высказала, у меня такое мнение есть, почему именно чай, в смысле, такой фильм есть, почему именно чай на канале. Посмотрите, пожалуйста, я под этим видео дам на него ссылочку, чтобы вам не трудно было искать, потому что много уже видео на канале. Вода – это универсальный растворитель. В ней может раствориться любое вещество. Нельзя этого сказать о спирте, о цитонии и других химических, жёстких химических растворителях, которые, кроме того, ужасно вредны для здоровья человека. А вода очень-очень для здоровья человека полезна. Тут вот выбор, поэтому выбор в пользу водных настоев и экстрактов совершенно очевиден, да? Дальше. Ну, посмотрим ещё рецепты в книжке. Мёд с лимонным соком. Прекрасный рецепт. Я его всегда применяю, сама этот рецепт, и вам советую. Читаем. Половина лимона, из половины лимона выжимают сок и смешивают с 200 мл кипячёной воды или нарзана. То есть можно сделать газированное это всё. Затем добавляют по вкусу мёд. Рекомендуется как витаминное и общеукрепляющее средство. Мёд с лимонным соком полезно принимать при гриппе. Я делала тогда, ну, в бытность свою, когда я занималась спортом, так очень активно, и как большинство спортсменов имело несколько пониженное давление артериальное. Ну, и большие очень нагрузки при тренировках тоже время были. Ну, это было 25 лет назад, но тем не менее. Я всегда делала себе такой напиток. Я брала 2 литра минеральной воды с газом, добавляла туда 2 столовых ложки мёда и добавляла туда же сок половины лимона, выжимала прямо в это. Всё это взбалтывалось, всё это оставалось газированным и в течение тренировки потихонечку из этой бутылки этот лимонадик отпевала. Во-первых, это вкусно, во-вторых, это действительно тонизирует, сбадривает, позволяет спортсмену всю тренировку держать нужный темп, хорошо себя чувствовать и так далее. Особенно, если не спортсмену, а тренеру, который уже как бы работает просто на износ на этих тренировках. Но если вы занимаетесь физической работой и работаете много и долго, я бы сказала, да, то вам такой напиток тоже может помочь. То есть берёте бутылку минералки 2 литра, добавляете 2 столовых ложки мёда и сок половинки лимона. Всё это вместе перемешиваете и пьёте в течение своей работы, так сказать, ну, отпеваете, припеваете, когда захотелось попить, попили. То есть за несколько часов работы в эту двухлитровую бутылку выпейте и всю пользу, которую вы туда заложили, получите. А также ваши силы будут поддержаны. Ну, всё, на этом я заканчиваю. Утренний фильм о лечении мёдом по книжке. Сегодня будет ещё один фильм снят, уже в продолжении начатых разговоров других наших. На этом я с вами прощаюсь. Приглашаю вас. Заходите, пожалуйста, в мой таёжный магазинчик. На экране сейчас будет ссылочка и под видео тоже будет ссылочка на него. Всего вам доброго, дорогие друзья. Здоровья вам, успехов во всём и прекрасного настроения. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»